Министр экономического развития Олег Ермолаев подписал соглашение о сотрудничестве между Минэком и Ассоциацией камнеобрабатывающих производственных организаций Карелии. Соглашение направлено на решение приоритетных задач в сфере развития камнеобрабатывающего комплекса региона. Таких как кадровое обеспечение отрасли, изменения в федеральном законодательстве и господдержка камнеобрабатывающих производств. Целый ряд направлений совместной деятельности у нас. Очень интересные предложения есть в ассоциации, например, по подготовке кадров для отрасли. Отрасль развивается. Сегодня мы работаем на современном оборудовании. И, к сожалению, образовательные учреждения сегодня не готовят тех специалистов, которые необходимы отрасли. Требуется изменение нормативного регулирования в этой части. Сегодня карельские власти помогают бизнесу и площадями для производств. Для развития отрасли в республике работает нацпроект «Малый и средний бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Создан промышленный технопарк «Южная промзона». Он первый в России, чья технологическая и бизнес-инфраструктура позволяет действовать платформе по поддержанию бизнес-проектов в сфере камнеобработки на всех стадиях развития. По итогам 2020 года в Карелии объёмы камнеобрабатывающего производства увеличились более чем на 50% и составили 48 миллионов кубометров готовых изделий из натурального камня. Или порядка 6 миллиардов рублей в ценовом выражении. Сейчас в составе Молодой ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций республики входит более 30 карельских компаний. Отрасль на подъёме. Растёт и растёт, наверное, даже в некоторые моменты и не арифметическая, а геометрическая прогрессия. Бывают такие года. Соответственно, я думаю, что работы хватит всем. Алексей Неживёнок, Алексей Миронов. Служба новостей. Продолжение следует...